Добрый день, дорогие друзья и подписчики моего канала. Афонский старик Стефан в свое время сказал, мальчик в царской крови уже родился. Вижу, что в 2025 году он займет престол, он станет светом во тьме. Эти слова он написал в середине 90-х годов XX века. Он не мог не записать те пророчества, которые Господь давал ему о Руси, хотя сам он на Руси никогда и не был. Он не смог бы простить себя на том свете, если бы он не записывал все, что видел, как сказал один его близкий друг. Старик Стефан был очень необычным старцем, и, наверное, поэтому его пророчество о России не так легко найти. Хотя к столетию рождения старца РИА Новости опубликовала ряд материалов с его пророчествами, в том числе и с удивительным пророчеством о явлении русскому народу белого царя в 2025 году. Мы уже много пророчеств приводили, библейских и пророчеств старцев, даже последним нашим святого государя, о том, что именно 2025 год принесет России радость и избавление, сделает Россию вновь и по-настоящему Святой Русью могучим и счастливым царством, под сенью которого будут укрываться все народы с земли. Но прежде чем сказать об этом пророчестве устами старца Стефана Корульского, кратенько расскажу о жизни этого удивительного человека. Сейчас мы видим монастырь Касапитра, настоятельский архимарит Поликарп, который долгое время прожил на Афоне рядом с поиском Седогорцем, и многому у него научился. Он сеет любовь, его монастырь всегда так утонул на блоках любви, и все через любовь познается, и Господь наслужит всех любви. И, как мы говорили выше, старец Стефан был очень необычным старцем и по духу и поведению, даже напоминающим старца Григория Фимовича Распутина. Формально старец принадлежал Русской Православной Церкви за границей, однако с любовью и на равных принимал и православных, и протестантов, всех людей ищих, не стремясь привязать их к какой-то динаминации, но открыт им путь там, где они находятся. Он совершенно был чужих всяких религиозных формальностей, что настораживало сарковные власти и заставляло их сдержанно относиться к старцу. Но народ проголосовал за него своими ногами, поскольку, как говорится, тропа к нему не зарастала. Паломников, которые получали от старца исцеление, или мудрый совет не смущало, что старец ходил обычно в простой штатской одежде или в спортивном костюме, а не в рясе. Его редко видели крестящимся или другими способами выражающим свое бредоверие. Он не возносил монашество, как превосходнейший путь, но указывал людям путь в тех жизненных ситуациях, в которых они находились. Многие церковники называли его протестантом, а некоторые даже считали, что он впал в ересь, из-за того, что он был равнодушен к обрядам и смотрел на людей других христианских конфессий, как на равных. Старца интересовала в людях не их принадлежность к той или иной церкви или секте, а их вера в Бога и его святое слово, священное писание. Стефан родился в Сербии в 1922 году и умер на Афоне в 2001 году. Окончился хозяйственный техникум, некоторое время работал агрономом, но потом понял, что выясненным назначением является взращивать не растения, а души людей, атеистов, коммунистов, православных, католиков, протестантов. В поисках этого призвания он еще, будучи молодым человеком, поступает послушником в Балканский монастырь Туман. В ту пору там было много русских монахов, некоторые из которых приехали в Сербию после революции 1917 года. Позже Стефан перебрался в другую обитель, в Студеницу, где и провел годы Второй мировой войны. В 1945 году коммунисты приговорили его к расстрелу. Однако, Господь чудесным образом спас его. Когда его поставили перед взводом солдат, он помолился и побежал. Я принялся бежать и усиленно молиться. Вследние летели пули, но они не ранили меня, лишь прожгли рубашку, вспоминает последствия старец. В начале 50-х годов он пешком добрался до Афона и поступил в сербский монастырь Каландар. Затем перебрался к русским братьям, а потом, в поисках молитвного уединения, поселился на Каруле, в пещерном скиту, где отшельники живут в самых суровых условиях. Об этом есть ролики на моем канале, который рекомендую подписаться и посмотреть. И на Карулях монах провел почти 40 лет. Здесь он принимал многочисленных паломников, которые приезжали к прозорливому старцу. Сарафанное радио разнесло по всему миру. И в этой пещере старец усердно молился, исследовал писание и получал откровение от Господа, как видение. Одно из видений повествует, что в начале нового, 21 века, на землю обрушится водная стихия. Америка, тогда пропадил страшно, начисто. Американцы будут бежать, стараться спастись. Так будет, говорил старец. Жителям России он советовал беречь свои дома, поскольку именно туда хлынут миллионы беженцев из-за океана. Они займут каждый уголок, который был безлюдным до этого. Он многократно повторял, Америка, мечтая стать сильнее России, но подчаянием политиков не суждено будет сбыться. Зависть приведет лишь тупик, разразиться кровавое побоище, но Россия выйдет с него победителем. Он называл конкретную дату 2025 год. В этот период всем станет понятно, что перемена необратима, и они затронут весь мир, и лучше начинать готовиться уже сегодня, говорил он. В одном из важнейших предсказаний он рассказывал о великом обновлении мира, которое начнется в России. Это будет великая радость для России. Корона вернется, царь укроет всех своим плащом, великие семьи закончат распри и объединятся под началом великого правителя. Для ссор больше не будет места, цель у всех будет одна – изгнать зло. Если не навсегда, то надолго. Сотни лет покоя и просветания царь обеспечит всему миру, но перед ним народ этот ждет страшное событие. Мальчик в царской крови уже родился. Вижу, что в 2025 году он займет престол, он станет светом во тьме, ему сочетно повести к светлому все человечество. Его решения на геополитической арене окажутся очевидными и самыми эффективными. И все будут удивиться, как мы раньше не догадывались до этого. Потомки его получат правильное наставление и будут следовать его заветам. И каждый в мире будет доволен. Конечно, можно было бы отмахнуться до этих предсказаний, но как это можно сделать, если все ниточки ведут нас к 2025 году и к обетованию получения белого царя? Ну, не считал старый Стефан открытую семинарию, не знал и не мог знать о тех удивительных пророчествах, которые все указывают на 2025 год, а все же писал о том же. Да и фактически так же, как и другие прозорливые старцы и пророки. Как это можно объяснить? Только Бог мог такое сделать. Берегите ваши дома, берегите нашу землю русскую, скоро она засияет во всей славе. А то, что перед этим Россия и все миры придется пройти через жесточайшие испытания, того не смущайтесь и не бойтесь, все это делается для нашего блага, чтобы у людей и люди пришли к покаянию и высказали, пусть даже с пеной у рта три главные нужды наша вера, царь и отечество. Мира вам всем, дорогие братья сердца и любви. Сейчас видим, как поют в Святопантелеймонном монастыре на Афоне очень хороший хор. И всегда рада из вас наши просьбы, пожелания, все из-за описания, записочки можно присылать на ватсап, вайбер, телеграм, там указаны пожертвования туда же, живут давно уже на Корпу, только на ваши пожертвования, и часто очень бывают на Стойгоре Афон, на Корулях, в Фантелеймонном монастыре и других монастырях, о чем из ролика на вам канале, на который рекомендую подписаться. Еще раз, мир вам в сердце братья, любви и терпения, и храни вас Господь в дни сей и в дни будущей к благости человеколюбивстно и неприсно в веки веков. Аминь.